Привет всем любителям электромобилей в Украине и не только! Вы на канале Вольт Авто, а мы сегодня и ближайшие пару дней находимся на автомобильной выставке в Мюнхене. Мы покажем вам все серийные автомобили и электроконцепты Германии и в целом Европы. И не только электромобили, но и всевозможные средства передвижения по современному городу с самого ближайшего будущего. С вами Евлампия, канал Вольт Авто, и мы начинаем! Международная автомобильная выставка. На немецком ее название звучит как Internationale Automobil-Ausstellung, или сокращенно IAA Mobility, начала работать 4 сентября. Для посетителей двери выставки будут открыты всю неделю, включая воскресенье. Это мероприятие уже во второй раз проводится в Мюнхене. Напомним, что до этого выставка более 60 лет подряд проходила по нечетным годам во Франкфурте. Почетным это мотор-шоу чередуется с выставкой в Париже, которая называется «Парижский автосалон». В 2021-м организаторы решили сменить место проведения. В результате конкурса победила столица Баварии. Ассоциация немецкой автоиндустрии, или Фэбанн der Automobilindustrie, в 2020-м приняла решение, что автошоу IAA будет проведено в Мюнхене. Дело в том, что интерес к выставке в последние годы стал значительно падать, как со стороны участников, так и со стороны посетителей. Три года назад в ассоциации решили, что нужно что-то менять. В первую очередь, концепцию мероприятия. Свои идеи того, как провести следующую выставку, предложили несколько городов Германии. В итоге столица Баварии одержала победу над Берлином, Гамбургом, Ганновером, Кёльном и Штутгартом. И все благодаря отличной транспортной инфраструктуре и большому опыту в организации крупных мероприятий, а также, собственно, концепции проведения. Организаторы IAA Mobility придумали концепцию двух зон. Первая получила название Summit. Это традиционные выставочные площади в павильонах в выставочном центре Месса Мюнхен. Там с 5 по 10 сентября выставка IAA Mobility соберет вместе признанных отраслевых гигантов и динамичные стартапы, провидцев и практиков, инноваций и ответственность, а также, конечно, сотни тысяч поклонников авто и экспертов со всего мира. Вторая – это OpenSpace, то есть на открытом воздухе. Это специально оборудованные площадки в самом центре Мюнхена, на которых та или иная фирма презентует всем желающим свои достижения в сфере мобильности. По сути, та же выставка только в городе и бесплатно. OpenSpace открыт для всех и расположен в центре Мюнхена – от Мариенплац до Адеонплац и Кёнигсплац. Две эти зоны соединяет маршрут Blue Lane, длиной 12 километров. Поэтому огражденному участку дороги ездят электромобили и другие транспортные средства, как демонстрация того, на чем житель, например, Мюнхена будет передвигаться по городу не просто в каком-то абстрактном будущем, а уже завтра. Стоит сказать, что участники – это, конечно, в основном местные, то есть немецкие автопроизводители. Но есть и много иностранных. В первую очередь, конечно, это автопроизводители из Китая. Именно их авто по численности составляют конкуренцию моделям из Германии, которые будут представлены на выставке. Два года назад на выставке были представлены лишь три автобренда из Поднебесной – NIO, WEI и ORA. При этом стоит учитывать, что в качестве электрических моделей WEI презентовал разве что подключаемые гибриды. То есть фактически лишь два представителя из КНР приехали на выставку с электромобилями. Прошло два года, и вот уже семь автопроизводителей из Китая предлагают свои авто европейскому покупателю на этой выставке. Среди них – Avatar, BYD, Tongfa, Hosen Auto, Leap Motor, Siris и Xpain. А также есть две марки, которые исторически считаются европейскими, но фактически принадлежат компаниям из Поднебесной и выпускаются на заводах Китая. Это немецкий Smart и британский бренд MG. В 2023-м крупнейшее китайское мероприятие – Всемирный конгресс транспортных средств на новых источниках энергии – впервые пройдет за пределами Китая. 6 сентября конгресс пройдет в рамках EAA Mobility. Это мероприятие зарекомендовало себя в Китае как престижная и всемирно признанная ежегодная конференция в области электромобилей и уже прошла в Поднебесной четыре раза. Этот конгресс продвигает технологические достижения, инновации и разработку электромобилей. Цель состоит в том, чтобы укрепить глобальное сотрудничество и коммуникацию в этой области, а также способствовать развитию решений для устойчивой мобильности. Девиз конференции в этом году – «Зеленая мобильность. Взаимовыгодное сотрудничество». Opel – это единственный бренд, представляющий Stellantis Group в этом году на выставке EAA Mobility. А это значит, что такие автомобильные марки, как Peugeot, Citroёn, Fiat, Jeep и Alfa Romeo не принимают участие. Кроме них отсутствуют и другие важные бренды – Hyundai, Kia, бренды концерна General Motors, Mazda, Honda, Suzuki, Jaguar и Land Rover. Прежде всего будут представлены немецкие члены Ассоциации автомобильной промышленности и ряд ранее названных китайских брендов. Еще раз напомним, что 4 сентября – это первый традиционный пресс-день. А для всех посетителей двери мотор-шоу будут открыты с 5 по 10 сентября на территории города и с 5 по 8 сентября на территории выставочного центра. Далее мы покажем вам еще небольшое видео-ряд того, что мы успели увидеть на выставке. А вы можете написать в комментариях, о каких брендах или моделях вы хотели бы узнать детальней. А для всех посетителей двери мотор-шоу будут открыты. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...